Привет, дорогие сплетники. Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс. И на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Владимир Соловьев вчера, значит, задался вопросами, что случилось с крейсером Москва, который утонул буквально на днях. Я напомню, Владимир Соловьев — это человек, который 100% проплаченный Кремлем. Любая информация, которая идет из его уст, тщательно регулируется и контролируется. Никакой особой отсебятины, но он только в русле, если только будет нести эту отсебятину, он не несет. И вот он начал. Я просто в бешенстве. Я все понимаю, вы мне только объясните, как вы могли его потерять, тряся кулачками, кричит в пространство Соловьев. По какой причине он оказался в этой точке Черного моря в это самое время? Он подчеркнул, что он не отказывается от той теории, которую выдвинула ВСУ, что этот крейсер, флагман российского флота, был подбит двумя ракетами «Нептун». И дальше он задается вопросами, по какой причине, как вообще это все в теории могло, в принципе, произойти. Вы знаете, ребят, вот буквально вчера тоже услышал в одном вот этом, вот эти ор, вот это вот, да, прямой эфир или 60 минут, ну вот это вот с такой прямой, прямой трошанина. Знаете, трошанин имеет место быть, но когда это выдается за истину и делается все на деньги налогоплательщиков, вот здесь ты немножко задаешься вопросами в адекватности, как самих налогоплательщиков, так и власти, которая это все цирк устраивает. И вот, значит, задаются вопросами один из депутатов, там уже не помню его имя, фамилию, что, возможно, уже денификация Украины была проведена, и надо выводить войска, потому что цель была достигнута, все было по плану. Вот все, что осталось, теперь нужно с Украины начинать договариваться, чтобы там не было ввода НАТО, чтобы не было вот этой вот всей темы. Вы понимаете, ребят, вот так вот, смотря на всю, на эту вот ситуацию, давайте руку на сердце положа прокомментируем эту войну в Украине. Провал полнейший, полнейший, бескомпромиссный, вопросов не вызывающий, провал российской армии, российского командования, российских этих, блин, генералов, которые сидят там на зарплате. А по факту, когда дело касается быстрой легкой войны, быстрого захвата Блицкрига, прости господи, когда Киев должен был взять, к первому понедельнику, когда в пятницу война началась. Вы понимаете, какой позор, какой исторический позор. И сейчас начинают, да, все идет по плану, все было так спрограммировано. Да вот, я так понимаю, с флагманом тоже, а сейчас рыб кормят, это все было запланировано, запрограммировано. И 500 человек, которые были на этом самом флагмане, где они сейчас? Вы сказали, 50 человек эвакуированы, где 450 оставшихся ваших бойцов? Вы знаете, что началось? Я просто цирк, вы сейчас просто сядете на свои сплетнические попы. Это в 2022 занимаются люди, которые занимаются контролем страны. Значит, Роскомнадзор заблокировал мультфильм производства «Союз» мультфильм 1973 года, который называется «Сокровище затонувших кораблей». Вот вам, пожалуйста, скрин. Роскомнадзор блокирует, значит, мультфильм производства «Союз» мультфильм 1973 года, потому что им показалось это пророческим. Значит, корабль, который идет по дну моря, называется «Гиптуд». Как ракеты, которыми сбили этот самый крейсер «Москва». И, значит, находят они затонувший корабль, на котором находится символика «З», который один из героев мультфильма называет символикой на букву «Ф». Нельзя это слово здесь произносить, чтобы не было проблем на Ютубе. И вы знаете, что делает Роскомнадзор? Они блокируют мультфильм «Сокровище затонувших кораблей» 1973 года. Ты сидишь и думаешь, то, что у вас война провалилась, это факт. То, что у вас все вышло из-под контроля, это 100% факт. Но теперь вы сейчас начинаете читать между строк и удалять мультики 1973 года, чтобы, упаси боже, кто-то там параллель не провел. Ребят, я в шоке. Это сидят взрослые тетки и дядьки, которые занимаются вот такой вот профанацией за ваши деньги. Абсурд, как мир не видывал. Вы знаете, говорим о морской тематике. Ольга, выплывай, милая моя. Посмотрите, какое дно. Дорогие мои сплетники, не забывайте про лайки, не забывайте про подписки. Каждый божий день на этом канале свежие сплетни и новости, где мы обсуждаем все, никогда не извиняемся и всегда любим засунуть свой сплетнический нос в любую информацию. Поэтому обязательно подписывайтесь, не скупитесь на лайки. И, ребят, сейчас у нас нет монетизации в России, поэтому, пожалуйста, пусть реклама на Ютубе проиграется. Не проматывайте рекламу, этим вы очень помогаете нашему каналу. Вы только посмотрите, Лаура Джугелли, судороги Лауры Джугелли. Я смотрю, как идет вот просто вымирание каналов, которые занимаются и взятием интервью. Вот, которые взяли на себя вот эту вот тяжелую ношу. Мы будем брать интервью. И они замучили свою аудиторию абсолютно всеми. Вы знаете, были в свое время попадаются действительно интересные персонажи, которых интересно послушать, в чем мнение оно интересно. Но сейчас вываливают абсолютно всех. И вот Лаура Джугелли начала, значит, представить лишь шоу-бизнеса. Потом пошли какие-то, значит, политологи. Не зашли у нее. И вот пошли у нее сейчас астрологи. Вы знаете, есть такая ситуация, как появилась новая профессия. Геополитический астролог. Я смотрю на серьезные щи, на которых берут эти самые интервью, эти самые псевдоинтервьюеры, да. Которые, ну, про Лауру Джугелли мы уже говорили на этом канале, да. Там серьезная папка какой-то ей эти свои СМИ покупал. И вот Лаура Джугелли, звезда собственного канала, да. И вот сейчас смотришь на это все, и ты думаешь, господи, боже мой. Психолог на астрологе. И мы говорим не про психолог клинический, а вот про вот такую вот непонятную тему из инстаграмчика. И вот ходят, и полуторачасовые какие-то непонятные интервью дают. И ты думаешь, господи, боже мой. Вы знаете, есть такая серьезная теория, что в моменты кризиса люди тянутся к бабкам, к уляпкам, к астрологам, как же называется еще раз, геополитическим астрологам. Потому что нету веры в будущее, нету веры, блин, в собственное государство, в правители, которые там сидят. Поэтому надо ехать в Саратовскую область к бабке, чтобы она рассказала вам на этой куче непонятно чего, гадая, какое будущее вас ждет. И вот эти вот, пожалуйста, вам интервьюеры, все туда же. А вот давайте, а вот ваше мнение, а вот что там звезды говорят. Знаете, ребят, мы живем во времена настолько абсурдные. Мне нравится, что у меня вот русский язык позволяет мне вникнуть вот в весь этот абсурд не через сломанный телефон, какого-нибудь СНН, а вот напрямую. Я воспринимаю информацию, и я в шоке. Во что сейчас в 20... Это критично. Наш вот время, наш год, когда, я не знаю, люди в космос летают туристами. Сидит космы, геополитический астролог. Астролог. Блин, не стыдно своим одноклассникам в глаза-то смотреть? Когда стала этим астрологом, да это кем была? Молочницей? Продавала в каком-нибудь пятерочке? Причем прозрение произошло. Вы знаете, не могу. Вот после идущих к черту, у меня отторжение ко всем этим закатывающим глаза и несущим ересь всем, да, профессионалам свое дело. Одна из богатейших семей России, моносиры, ребята, это одна из богатейших семей. Продают свой дом, выставили дом на продажу. Вот, пожалуйста, их дом. 5 тысяч квадратов на участке 12 гектаров. 10 миллиардов рублей, так что ли? Да, получается так. Значит, 2 миллиона рублей за метр квадратный. Минское шоссе продают так спешно, что даже не убрали фотографии своих детей из интерьера, когда были сделаны эти все фотографии для сайта продаж. Да, дорогие мои, для меня это всегда показатель, когда уже настолько серьезные люди, да, начинают сворачивать свои семейные гнездышки и начинают, наверное, направлять лыжи куда подальше от России, свободные, знаете, такое, которое несет свою вот эту правду, да. Наверняка Россию все больше и больше люди начинают любить на расстоянии, потому что внутри эту самую Россию любить опасно. Для собственной безопасности. Сергей Лазарев, значит, прокомментировал ситуацию, что он вроде как уезжает из России, и он опроверг это как в виде фейка. Он задался вопросом и выразил большое сожалению, здесь такой небольшой каламбур, что в России не предусмотрена ответственность за распространение подобных фейков. Поэтому певец попросил поклонников не вестись на слухи и домыслы. Сереж, если ты спал под камнем, вот сейчас я тебе сейчас объясню ситуацию, уже ввели статью о фейках, можешь смело подавать в суд, и твою честь отмоет. Цитата Сережи Лазарева. Сейчас сложные времена, давление на нашу страну и людей огромное. Невероятная злость и русофобия. Наша задача не ссориться, не обвинять, не озлобиться. Сегодня мы должны быть сплоченными. Здоровье, миро, терпение, сил и добра всем нам, заключил он. Вы знаете, вот это вот непонятное мне лицемерие, ну хотя как непонятное? Мне понятно, люди боятся и говорят, что от них хотят слышать. Какое здоровье, мир, терпение, сил и добра? О чем ты сейчас говоришь, Сережа Лазарев, да? Вот открыл же он сейчас свой инстаграмчик. Когда ваши войска в Украине, о каком добре и мире ты несешь речь? О каком сплочении? Сплочение, вокруг чего ты собрался сплачиваться? Вокруг того, что вам вещает Кремль, вот это мракобесие. Ребят, провальное мракобесие. Со времен НТВ, закрытие НТВ началось попрание свободы слова в России, дорогие мои сплетники. И когда вот так вот смотришь, как быстро, вот так вот, когда смотришь со стороны на Россию, да? Кажется, вот только полтора месяца войны в Украине поменяло все мироощущение россиян. И ты видишь, как озлоблены им, в позиции защиты сейчас стоят все россияне, да? А по факту, вот ты смотришь на всю вот эту вот тему, ребят, вот сколько с момента закрытия НТВ, 20 лет прошло, да? Вот эти 20 лет шла планомерная пиар-компания по зомбированию, по промыванию мозгов, да? Я еще, наверное, пару лет назад, я думал, почему такая агрессия хроническая, каждодневная? Вот на этом шоу 60 минут, так оно называлось, да, со Скобеевой, про Украину. Почему такая ненависть? Откуда? Откуда? Почему вот целая программа на ежедневной основе же была посвящена ситуации в Украине? А вон оно, к чему пришло. Война, война. Вот к этому это была подготовка. Вы знаете, вот ты смотришь и думаешь, господи, вокруг чего люди планируют сплачиваться? Ценности какие они собрались защищать? Скрепы какие? Что конкретно, Сережа, ты пытаешься здесь сказать? Проблема не в русских, проблема в тех, кто управляет русскими, кто заведует вот этой вот всей темой. Русские вообще не имеют никакого отношения к тому, что происходит в Кремле. Хотя, конечно, о чем я говорю? Молчание и согласие – это тоже поддержка. Нужно прекращать кривить душой. Люди привыкли говорить лозунгами. И лозунги – это настолько отвратительно, да? Ты взрослый дядечка, ты отец двоих детей, да? Ты можешь выразить свою мысль не в формате «Мы разошлись, как море кораблей». Ты можешь выразиться небанальщиной. Мира, любви, сплотимся. Да выскажи ты, что у тебя на душе. Или что не можешь, да? Ну, сплачивайся дальше. Дальше будет только хуже. Официально Кристина Асмус отметила день рождения в объятиях романа Евдокимова. Какая же неприятная она актриса. Господи, боже мой. Вы знаете, я здесь говорю не про внешность, она очень симпатичная, молодая, свежая девочка. А вот про ее самоподачу. Вы знаете, какая-то непонятная пыльная богема с таким, знаете, серьезным прибабахом. Вот кто в моих глазах? Кристина Асмус. И вот вроде как сказали, что экс-возлюбленная Гарика Харламова, с которым она разошлась полтора года назад. Вот она сейчас тщательно скрывала свои вот эти вот отношения. И вот уже вроде как подтвердили ее роман с актером Романом Евдокимовым. И вот они стоят в Абу Нимочку, сфоткали их. Супер, все настолько постановочно, как Джей Ло и Бен Аффлек. Вот прям такая же постанова. Вы смотришь на Джей Ло и Бен Аффлек, и ты думаешь, господи, боже мой. Ребят, вот прям идеальные кадры от папарацци каждый божий раз. И какие-то лыбезания, и поцелуйчики. Не верю. И то, что происходит там, то, что происходит здесь. Я не верю. Вы знаете, что интересный момент? Вот сейчас читаю в пабликах. А для меня с трудом знакома одна личность. Это Валя, прости, господи, карнавал. А вторую у нас здесь бойфренд появился, да? Бойфренд я сейчас прям прочитаю, потому что я знать не знаю. Это чемпион мира в России по ММА Саша Стоун. Он также и блогер. Ну, он настолько блогер, что даже я про него ничего не знаю. Вопрос не в этом. Сейчас, значит, признались, что они хотят иметь семью. Он, вроде как, познакомил ее со своими родителями. И вот эти вот все постановочные, все фоточки. Это, конечно, все здорово. Я не знаю, кто эти люди. Я понимаю, что я немножко вырос. В то же время я должен отдавать себе отчет. Я, как советский хроникер, да? Я у меня на пульсе рука постоянно. То есть не то, что вот это для молодых. Ну, так, Даня Милокин. Да, мы обсуждаем. Мы обсуждаем всех. Но эти вообще ни на слуху, ни на виду. Вы знаете, прилетала ко мне интересная пташка. И она мне рассказала такую интересную вещь. Называется ситуация посевы. Я вам сейчас объясню, что такое посевы. Посевы — это такая тема, когда... Вот из тиктокера. Простой пример, чтобы все поняли, о чем речь. Настя Ивлеева, да? И вот Настя Ивлеева. И вот она идет с Егором Кридом куда-то там, да? И вот они вешают там майку, ее майку у него дома. И она там в каком-то далеком отражении. И фотография случайно сливается в сеть, да? Вот сидят целые офисы, которые занимаются посевами. Есть термин — посева, да? И вот этими посевами они и занимаются. Они начинают, вот берут запланированный пиар-снимок. И начинают из него высасывать историю любви. И начинают это хайпить. Начинают это выводить в трендах в тиктоке. Начинают это просто раскручивать. Вы понимаете, ребят? Вот здесь то же самое. Что Асмус, Кристина, что Валя, прости господи, карнавал. Там посевы хронические. Жизнь их не интересна. Жизнь их скучна. И неинтересна не в плане того, что ничего не происходит, а в плане того, что ребята, они вот такие. Вот, да, вот если постучать немножко по куполу, они не совсем, не самые яркие лампочки в этой связке. Гирлянд. И поэтому нужно провоцировать дополнительный интерес и хайп к их жизни вот этими вот посевами. Потому что из себя, как творческая единица, как, в принципе, гражданская единица, вообще никому не интересны. Вы понимаете? Ты общаешься с пташками, и ты спрашиваешь, а они вообще, вот есть интересные люди? За чьей жизнью интересно смотреть? Вы понимаете? Есть такой простой момент. За твоей жизнью будет интересно смотреть за твоей личной жизнью, если твое творчество привлекает. А если у тебя творчество ноль, и ты все, чем можешь, привлечь это фальшивым посевом об очередном неизвестном каком-то блогере, какой, я не знаю, с пиар это или не пиар, которого ты раскручиваешь, да? Это печаль вселенская. Вы понимаете? Посевы, система посевов, офисы, которые сидят, раскручивают эту тему, это эксклюзивно русская выдумка. Ничего, блин, аутентичного в России шоу-бизнесе нету. Все настолько пыльное, гнилое, украдено или высосано из пальца, потому что сами по себе люди не представляют из себя ничего интересного. Вот такая вот печальная информация. Вы знаете, вот читаешь про все вот эти вот неинтересные пары неинтересных людей, и ты думаешь, господи, боже мой, а я думал, у меня жизнь печальная и неинтересная. Вы знаете, вот записываю видосик, сажусь, открываю бутылочку светлого пива и включаю Netflix. Я уверен, моя жизнь интереснее, чем жизнь, прости господи, в Вале карнавал. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. В нашем прошлом видео мы обсуждали ситуацию, когда Филипп Киркоров встрял за своего друга Медведчука, и вот Оля Полякова, это известная украинская певица, записала видеообращение к Киркорову. Долгое видеообращение она обычно пишет по 7 минут, мы вставлять не будем, но немножко резюмируем. Сейчас это лицемерная паломница в косынке, это она говорит про Оксану Марченко, это цитата Оли Поляковой, обращается к туркам, а не к украинцам. Здесь мы говорим про то, что Оксана Марченко, жена кума Путина Медведчука, значит, просит у всех президентов, а пожалуйста, освободите моего мужа, потому что мужа сейчас взяли в СССР, и держит сейчас под охраной. И она обращается к туркам, а не к украинцам. Тебе ее жалко, спрашивает Полякова у Киркорова, а украинский народ, который носил тебя на руках, набивал тебе залы, напевал твои песни, обожал тебя. Тебя их не жалко? Тех твоих поклонниц, молодых и пожилых, которых физически тысячами сейчас уничтожает твоя страна. Производит надругательство над женщинами и их детьми, стирает с лица земли русскоязычные города, в которых звучали твои песни, и куда ты мечтал вернуться, и где ты так боялся, что тебя забудут. Также она добавила, что Киркоров сейчас встал на сторону Медведчука, потому что Медведчук это миллиардер. А если бы он обычным был человеком, доплевать Филиппу Киркорову на обычных людей. Лицемерие ужасное. Опять же, я говорю, что все вот эти Киркоровы, Басковы, Лазаревы, они заложники всех тех ситуаций. Но в таком случае просто молчите, не комментируйте ничего, потому что вы показываете, насколько вы двуличные лицемеры. Ужасно это все, дорогие мои. Это просто все неимоверно печально. И Лолита сейчас уже прокомментировала вот эту всю тему. На нее же сейчас льется тысяча хейтерских комментариев. Соотечественники, она же сама с Украины, недовольны тем, что она не говорит открыто о ситуации на родине. И ей порядком вот надоело, и вот она высказывалась. Я человек, который уже 6 лет запрещено въезжать на свою родину. А мне в интернете пишут, вы предали свою родину. Но для начала родина предала меня. Если говорить серьезно, я туда не на работу. то у меня там мама, которая 79, и дочка, так она завела. В эфире говорит Москва. В этом она тоже в моменте категорична. Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна. Легче всего, наверное, вот эти вот, помните ее сопливое видео, где она говорила, вот, наконец-то хоть дочку сейчас увижу. Ну, там у нее же мама с дочкой в Киеве, на содержании. То есть, дочь сплавила. Можно сколько угодно пытаться войти в логику матери. Которая сплавила своего ребенка, потому что миллион аргументов. Ну, я же здесь езжу, я здесь не могу, у меня времени нету. У нее ребенок нездоровый. Но она сидит, ребенок нездоровый, на попечении 79-летней маме. И сейчас вот, она до сих пор, не знаю, забрала их в Россию или нет. Да, и тогда люди еще ерничали, на самом деле. Вот дай бог, вот война случилась, дай бог хоть дочу повидает вживую. Знаете, все ее аргументы, все вот эти вот я-импакт, помните у нас, вот это наше замечательное видео, где мы лично терлись локоточками я и Лолита, да, и вот она задалась вопросом, насколько я эмпатичен, насколько я, я не знаю, хороший человек. Лолита, а хороший ли ты человек? Потому что из-за меня в инстаграмчике, да, это не мешки ворочать, а хороших людей делают не хорошие и правильные слова в инстаграмчике, а действия, понимаешь? За хороших людей всегда говорят их действия. А смотря на тебя, я мать-кукушка, у меня мать, лично у меня, мой лучший друг, у меня неимоверно повезло с матерью, у меня лучшая мать на планете, понимаете? И это человек, который моя мама, которая никогда, ей не все равно, что в моей жизни, я взрослый мальчик, мальчики и девочки, сплетники, я взрослый дядечка, серьезно взрослый, да? А до сих пор, когда вот с мамой, я чувствую себя ребенком, потому что ко мне отношение такое, не потому что я инфантил, который сам себя обслужить не может, а потому что моя мама отношение ко мне, вы понимаете? И мамы хорошие, именно такие, которые до последнего рядом со своими детьми, они сплавило в Киев, да? И вот так вот отщелкивает гривны и рубли. Молодец, да? И тебе ли сейчас рассуждать, дорогая Лолита, о любви к родине, о любви к матери, о любви к дочери, да? Мне твои аргументы не интересны, ты плохой человек и плохая ты мать, и скорее всего плохая ты дочь, потому что легче всего, да, вот так у себя в голове решить, а вот заплачу я денег и будет у них все хорошо. Это знаете, психология таких поганцев. Эмпат, медаль давай тебе вышлю, шоколадную. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники и сплетницы. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, а теперь вернемся к нашей эмпатичной теме. Бедные бездомные животные, братья наши меньшие, которые вот без нас они пропадают. Пожалуйста, не проходите мимо, всегда помогайте бездомным животным. Если вы видите ребенка усатого-полосатого на улице, возьмите их себе, отвисите в приют, пристройте, не оставляйте их один на один с этим жестоким миром, потому что в сухом остатке. Кто есть? И мы сплетники, люди с огромным любящим сердцем, которые доказывают это сердце своими действиями. Слышишь, Лолита? Действиями! Они в инстаграмчике. Продолжайте доказывать, любимые мои сплетники, всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетники, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала, дорогие мои спонсоры. С вашей помощью жизнь действительно становится легче. Ребят, пожалуйста, не пропускайте рекламные интеграции. Это буквально там секунда вашего времени, но это очень помогает сейчас нашему каналу, потому что с монетизацией очень все плохо. В любом случае, несмотря ни на что, каждый день на этом канале свежие сплетни, свежие новости, чтобы было что посмотреть, над чем порассуждать. За утренним кофе или вечерним бокалом вина. Я вас всех обожаю. Любите и доказывайте всем миру, что вы можете любить не словами, а действиями. До завтра, сплетники. Редактор субтитров А.Семкин